Марафон по брюшным манипуляциям «Умный животик». Итак, что в рамках марафона? Урок приветствия с первичными пробами и замерами. Блок по анатомии мышц живота. Мы рассмотрим 4 дыхательные практики, а именно полное квадратное дыхание, капалабхати и пхастрику, а также брюшные манипуляции. У Диану Банху, с нее мы будем заходить в практику. Агнисара Тхаути, она же известна вам более как флаттер. А также волну сверху вниз, снизу вверх, которая известна вам как belly roll, и волну справа налево и слева направо, которая известна как йоговская практика, которая называется науле. Кроме этого, будут дополнительные упражнения по активации косых и поперечной мышц живота. Это необходимо, и вот именно эти практики помогут вам пересмотреть базовый корпус. И я считаю, что это важно. Может быть, у вас получится, как у некоторых девушек, которые проходили, чаще всего это девушки, которые имеют детей, которые рожали. Хуже, хуже, честно, дела обстоят у девушек кесареных. Во время кесарева разрезаются ткани, потом они сшиваются. И вот с этим сложнее работать, но тоже можно. Ну, то есть я берусь, я пробую, становится по факту лучше. Вот. У всех по-разному. В конце повторные пробы и замеры мы сопоставляем результаты и подводим итоги. И у нас в конце такой выпускной поток с обратной связью и выдачей сертификатов. Кроме этого, вы получаете бонус. Это видео. Не скажу, какое. Нет, нет, нет. Узнаете, когда пройдете марафон. За вовлеченность и за прохождение марафона до конца. Там обязательно есть бонус. Длительность марафона 5 недель плюс 1 для подведения итогов и проведения контрольных мероприятий, замеров и сопоставления результатов, чтобы можно было сделать выводы. Обязательно должно быть до-после, чтобы понимать, эффективность была или нет, достигли ли мы результата или нет. Важно ставить цель и сделать замеры. Уровень подготовки может быть любой, но при отсутствии противопоказаний. Пожалуйста, это супер важно, потому что были уже эксцессы, когда люди заходили с противопоказаниями и, к сожалению, нам приходилось проститься. Но они как бы чувствовали это на себе, на своем теле, а я не буду держать человека, у которого есть противопоказания. Быстро пробежимся. Противопоказания – это беременность либо женский цикл. Ну, то есть в момент, когда у вас нет женского цикла, вы можете заниматься. И если практика, вот эти 5 недель, они в любом случае попадут у девушки, женщины на цикл, то там достаточно написать, и у вас пролонгируется, ну, как бы время. Вы получаете доступ, дальше можно смотреть. Значит, миомы матки, кровоточащие или растущие, острые инфекционные заболевания органов брюшной полости и малого таза, обострение хронических заболеваний, пищеварение, гастрит и язвы категорически нет. Повышенное террориальное давление, можно, когда вы вернете его к норме, но вот если у вас хроническое повышенное артериальное давление, то нет. Варикоз, любая стадия, категорически не возьмусь за варикоз, потому что было, когда девушка с варикозом пришла, и было обострение. Тромбоэмболическая болезнь, почему нет? Потому что мы будем работать с дыханием, мы будем работать с дыхательными такими практиками, которые работают как насос, как клапан, и кровь будет силой уходить от центра к периферии, и вот если есть тромбы, то вероятность, что оторвется, повышается. Злокачественные опухоли любой локализации, почему? Ну, потому что кровь по телу будем гонять, кровь, минеральные вещества, кислород, все это будет. Злокачественные опухоли, так это я сказала, пупочная грыжа. Перед марафоном мы настоятельно рекомендуем проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Не обязательно, но в любом случае вы подписываете документ о том, что вы не имеете противопоказаний, приступаете осознанно к практикам в течение пяти недель. Марафон проходит следующим образом. Один раз в неделю, обычно по понедельникам, вы получаете предзаписанное видео с объяснением теории выполнения практики на всю будущую неделю. Ежедневно, утром натощак, делаете практики, снимаете себя на видео и присылаете их в качестве отчета. Это для всех. Вот единственное, не присылается отчет в течение недели, когда вы имеете противопоказания. Остальное все время отчет. В конце недели вас проверяет преподаватель, либо программа подсчитывает количество отчетов и допускает или не допускает вас до практик в следующей неделе. В зависимости от тарифа, еженедельно проходят встречи с преподавателем для коррекции техники и совместной практики, а также для ответов на появившиеся вопросы. Вопросы точно будут. Коррекция техники нужна, поэтому я советую всем выбирать базовый тариф, но мои советы советами, а там уж смотрите по себе.